Олимпийские игры в Сочи триумфально завершились два года назад, а уникальные технологии, разработанные тогда для спортсменов, продолжают свою жизнь. В этом году проекты, созданные для олимпийцев, стали доступны и для подготовки омских спортсменов. Такая возможность появилась благодаря подписанному в июле соглашению о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и Олимпийским советом Омской области. Причем наш регион стал одним из первых, кому выпала возможность познакомиться практически со всеми разработками по оптимизации и подготовке спортсменов. В составе одного общего всероссийского проекта, который сейчас внедряется во всех территориях Российской Федерации, мы одни из первых. То есть, о чем я говорю, это о каком проекте? Это передача опыта, на мой взгляд, очень важного опыта и наследия после наших Олимпийских зимних игр в Сочи 2014. То есть, то оборудование, которое использовалось при подготовке инвентаря для спортсменов по различным видам спорта с целью успешного выступления на Олимпийских играх. И, конечно же, той методики, которую мы сейчас внедряем в экспериментальные группы на омских спортсменах со специалистами омских спортивных школ и центров олимпийской подготовки. С 3 сентября на протяжении двух недель в спортивно-оздоровительном центре Альпийская деревня экспериментальная и контрольная группы лыжников участвовали в тренировках с использованием приборов для динамической электростимуляции мышц. К слову, в реализации конкретно этого проекта Омская область является настоящим первопроходцем. Этот прибор, он уникален. Таких пока приборов нету нигде в мире. Мы изучали этот вопрос. И он состоит из датчиков, которые определяют положение бедра сначала. И затем дается команда на подачу этого электрического импульса. Датчики эти – это акселерометр и так называемый гироскоп, то есть датчик положения. Они находятся на бедре. Показания их соответствуют циклу передвижения спортсмена. И эти показания, когда достигают пика своего, то есть это момент начала отталкивания, тогда подается электрический импульс. Таких приборов всего сейчас в России сделано пока 100 штук. Они применяются уже для спортсменов высокого класса. И сейчас впервые мы их внедряем в работу со спортсменами Омской области. Этот прибор может выдавать, так сказать, дополнительную электрическую стимуляцию для мышц во время передвижения на лыжах непосредственно. И стимуляция направлена на главные мышечные группы. У лыжника это четырехглавая мышца бедра. Мы проводили ряд исследований и выявили, что достаточно 10 сеансов, чтобы появился этот эффект. Эффект обычно равен где-то от 18 до 40 секунд на 10 километров. Он довольно значительен. В результате использования этого прибора возникает не только срочная адаптация под воздействием непосредственного влияния этого прибора, но и долговременная адаптация. После того, как мы провели 10 сеансов, мы снимаем приборы, и эффект еще остается в течение как минимум двух недель. 15 сентября в Омск было доставлено передовое оборудование со станками для обработки лыжных поверхностей. Демонстрацию проекта «Штайншлифт» на деле можно было увидеть в стенах Сибгувка. С этими станками специалисты Олимпийского комитета России путешествуют по стране, начиная с марта, и совершенно бесплатно помогают спортивным школам и организациям улучшить их инвентарь. Всего таких передвижных станций две. Одна из них предназначена для обработки горных лыж и сноубордов, а лаборатория на колесах, прибывшая в Омск, специализируется исключительно на беговых лыжах. И, надо сказать, в нашем городе она пользовалась большой популярностью. Омские спортсмены принесли на обработку специалистам почти 600 пар лыж. «Штайншлифт» — это вообще каменная обработка, переводится так. Благодаря этой обработке на лыжи наносится определенный рисунок. Если такую аналогию провести, если сильный мороз, то лыжи не хватает влаги, чтобы она лучше скользила. Мы создаем такой рисунок, который как бы эту влагу притягивает к лыжи, образуется микропленка, и лыжа начинает скользить лучше. А когда, наоборот, воды много в лыжне, то нам, наоборот, эти излишки воды надо убрать от нее, то есть как бы дренировать. И за счет этого, что вода отводится, лыжи начинают скользить лучше, то есть не подлипая в данный момент. Мы используем только те структуры, которые используются в Сочи. Да, в компьютере есть определенная память, она сохраняет те структуры, лучшие структуры, и мы их уже непосредственно можем без каких-либо проблем перенести на беговые лыжи, на любой другой инвентарь. Еще одна передовая технология подготовки спортсменов, которая прибудет в наш город в этом году — устройство для погружения в искусственную гипоксию. Суть проекта заключается в том, что после тренировки спортсмены отправляются отдыхать в гипоксическую палатку, внутри которой создается нужное порциональное давление кислорода. Оно позволяет имитировать нахождение спортсмена на любой высоте вплоть до 6000 метров. Несомненно, использование такого арсенала позволит омским спортсменам проводить максимально продуктивные тренировки, повышать их потенциал и покорять новые спортивные вершины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова